ПОЛИГОН Боевой пропуск «Гусар Её Величества» в самом разгаре, и вскоре игроки доберутся до главного приза этого сезона. Но чего ожидать от него? Чтобы встреча с этой машиной не стала неожиданностью, сегодня мы познакомимся с ней поближе. Встречайте, «Центурион Марк 2». Основное вооружение — стабилизированная в двух плоскостях 76-мм пушка с углами вертикального наведения от минус 12 до плюс 20 градусов. Дополняет её спаренный пулемёт винтовочного калибра. На башне установлены дымовые гранатомёты. Компоновка танка классическая, моторно-трансмиссионный отсек в корме, механик-водитель в носу, а остальные три члена экипажа в башне. Боеукладки располагаются преимущественно в передней части корпуса и на полу боевого отделения. Логично предположить, что вторая модификация «Центуриона» — это нечто среднее между первой и третьей моделью. В целом так и есть, но в том, как именно сложились характеристики, имеет смысл разобраться. Башня новинки хорошо знакома владельцам третьего «Центуриона». Уязвимые зоны, конечно, есть, но и картонные её не назовёшь. Для задач среднего танка защиты вполне достаточно. А вот орудие со всей номенклатурой боеприпасов досталось в наследство от предшественника. В башне установлена добротная 17-фунтовка. Для своего боевого рейтинга это орудие и само по себе было весьма неплохим, а во второй модели оно ещё и стабилизировано в двух плоскостях. О номенклатуре мы заговорили не просто так. Имеет смысл брать с собой три типа снарядов. Довольно быстрая перезарядка позволяет оперативно переключаться между ними. В качестве основного лучше использовать сплошной шот Марк-8. У «восьмёрки» и бронепробития хватит для большинства одноклассников, и за броневое воздействие вполне приличное. Для самых толстокожих оппонентов стоит держать в запасе подкалиберные снаряды. А ещё у самых популярных моделей тяжеловесов лучше запомнить местоположение наводчиков и боеукладок. А чтоб не тратить лишнее время на ковыряние открытой техники, дополнительно советуем брать с собой штук пять фугасов. Но всё же главное преимущество новинки — полноценный двухплоскостной стабилизатор. На таком низком боевом рейтинге это настоящая роскошь, и переоценить возможности, которые он даёт, сложно даже на относительно неспешном «Центурионе». Именно вокруг стабилизатора и строится тактика применения двойки. Играй этим танком лучше всего выбирать центральные направления и медленно, но уверенно продавливать противника. Право первого выстрела всегда будет за британцем. А дальше остаётся только распорядиться им правильно, так чтобы ответа уже не прозвучало. Как вы думаете, какую страницу истории военной авиации можно считать самой загадочной и противоречивой? На наш взгляд, один из главных претендентов на эту роль — противостояние военно-воздушных сил РКК и Финляндии в 1941-1944 годах. Нигде более не происходило так много непонятного. Такого, чему до сих пор не придумано хоть какого-нибудь рационального объяснения. Например, финский ас Илмари Юутилайнен, заявивший 94 победы над советскими самолётами, до конца жизни всерьёз утверждал, что однажды сбил советский Пи-38 «Лайтнинг», который сопровождали 2 И-153. Немедленно возникают вопросы к специалистам. Мы что-то упустили? Разве Пи-38 поставлялся в СССР? Нет, не поставлялся. И если бы подобные казусы случались только с финскими лётчиками? Как бы не так. Вот, например, ещё одна удивительная история. К осени 41-го года для финнов болезненной проблемой оказалась авиабаза ВВС Краснознамённого Балтийского флота на мысе Гангут, по-фински «Ханко». Прямо говоря, не просто проблемой. Встала, как кость в горле. Сокрытую в скалах, её невозможно было ни штурмовать по земле, ни подавить артиллерийским огнём. Блокировать с воздуха или перерезать снабжение тоже не получалось. База была надёжно прикрыта ПВО. Короткий световой день и штормовая нелётная погода позволяла советским судам раз за разом к ней прорываться, доставляя продовольствие и боеприпасы. Советских ишаков и чаек со злополучного Гангута нужно было нейтрализовать. За решение этой задачи взялась одна из лучших истребительных эскадрильей Финляндии под командованием прославленного аса Пааво Берга. События развивались стремительно. Ноябрьским утром, взлетев на своих спидфайерах, финские лётчики поймали над Гангутом пару И-16, которыми управляли лётчики Иван Творогов и Геннадий Цоколаев. Постойте, какие ещё спидфайеры? Откуда они в ВВС Финляндии вообще взялись? Да, об этом впоследствии не раз спрашивали у тогда ещё старшего лейтенанта Василия Голубева. Именно он срочно вылетел на помощь Творогову и Цоколаеву, которые вдвоём вели отчаянный бой против четырёх финских машин. Появление Голубева финские асы проглядели, за что немедленно поплатились. Длинная очередь из четырёх шкасов буквально распилила истребитель капитана Пааво Берга напополам. Машина рухнула в воду у борта советского эсминца. Лётчик так и не выпрыгнул. Растерянность финнов от потери командира позволила Творогову повредить ещё один спидфайер, после чего финские истребители предпочли ретироваться. Через несколько дней финские лётчики на пяти спидфайерах прилетели снова, явно рассчитывая на реванш. Со слов Голубева, который поднял им навстречу четвёрку И-16, советские и финские лётчики перед боем даже обменялись приветствиями, покачав крыльями и вызывая друг друга на бой. В воздухе завязалось отчаянное сражение. Финские асы в нём потеряли ещё два истребителя и отступили. История, безусловно, красивая, а задачивает в ней лишь одна деталь. Финская сторона впоследствии заявляла, что в ноябре ни одного спидфайера не теряла, потому что у них спидфайеров вообще никогда не было. И капитан Пааво Берг, погибший 1 ноября в воздушном бою над полуостровом Ханку, оказывается, летал, как и вся его эскадрилья, на истребителях Хоук-75. А советскому лётчику все эти спидфайеры, наверное, просто привиделись. Но когда у Василия Голубева, человека, который прошёл войну, сбил 39 вражеских самолётов и дожил до 2001 года, спрашивали, с кем же он тогда сражался, ветеран отвечал, «Друзья, я похож на человека, который может перепутать Кёртис Пи-36 и вооружённые восемью крыльевыми пулемётами спидфайер? И ведь действительно не похож». В прошлый раз мы повоевали на тропических берегах карты джунгли, а сегодня рассмотрим бой в паре на холмах Карпат. Тактика игры для двух команд будет примерно одинаковой из-за схожести рельефа с обеих сторон. Первый сценарий предусматривает разделение игроков сразу после возрождения. Первый направляется по ущелью в сторону точки С, а второй выдвигается по дороге к точке А. На зоны захвата спешить необязательно. Поначалу стоит обратить внимание на прострелы, которые откроются перед напарниками одновременно. Один из них находится на выезде из ущелья и направлен на противников, атакующих точки А и Б. Второй — с возвышенности на въезд из вражеского ущелья. Перекрёстным огнём напарники могут как минимум замедлить продвижение противника. Когда первая волна атакующих будет перехвачена, наступит время брать точки под контроль. В дальнейшем, вероятно, придётся отражать новое наступление, и тут напарники сумеют помочь друг другу. В таком случае один из игроков выступает в роли приманки и выманивает оппонентов под огонь товарища с противоположного конца карты. Дистанция здесь немалая, но если к ней приноровиться, попадать будет не слишком сложно. Второй сценарий поначалу не предполагает разделения. Оба игрока движутся к точке А. По дороге можно сделать пару выстрелов в сторону вражеского ущелья, но особо увлекаться не стоит. В этой тактике важна скорость. Как только напарники достигают подножия холма, их пути расходятся. Один танк направляется в объезд, а второй атакует точку в лоб. Таким образом можно взять в клещи даже превосходящую группу противников и уничтожить её в два ствола с разных сторон. Для этого нужна лишь слаженная работа с точной координацией действий. После зачистки и захвата зоны А игроки занимают позиции для прострела низины. Удобных вариантов здесь много, можно смело перемещаться между ними для максимального контроля над полем боя. Если союзной команде удалось завладеть второй точкой, этим можно и ограничиться. Если же преимущество по стратегическим зонам на стороне противника, придётся действовать более решительно. Например, так. Один игрок спускается на точку B и под прикрытием напарника захватывает её, после чего немедленно возвращается к подножию холма. Обзор отсюда, конечно, уступает позициям на возвышенности, но это всё равно лучше, чем прятаться в кругу захвата, привлекая к себе внимание, или пытаться вернуться к точке A, карабкаясь по склону. К тому же это расположение оставляет свободу манёвра. Отсюда можно оперативно выдвинуться и усилить одно из направлений. Успешная игра в паре зависит от нескольких факторов, и самые важные из них — сыгранность и коммуникация. Не забывайте обмениваться информацией с напарниками и старайтесь найти оптимальное решение даже в самой сложной ситуации. Прислушивайтесь к советам друг друга, и тогда никакие уловки противника не станут проблемой. А найти верного товарища можно прямо в комментариях под этим роликом. Пишите нам, о какой карте вы хотели бы поговорить в следующий раз, и делитесь своими идеями. Теперь пришло время переходить к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос на сегодня прислал Сигнад. Влияют ли открытые створки радиатора на ЛТХ самолёта? Привет! Да, влияние створок радиатора в игре реализовано. О ручном управлении двигателем и радиаторами мы рассказывали в 223-м выпуске «Полигона». Посмотрите, вероятно, будет интересно. Интересуется МЕМАКС. Что за отверстие на правом крыле у F2G1 и для чего оно предназначено? Привет! Когда закрылки находятся в выпущенном положении, это квадратное отверстие превращается в простую ступеньку. Она помогает лётчикам и обслуживающему персоналу забираться на крыло. Следующий вопрос прислал Фаиль Сулейманов. Будет ли мобильная версия игры? Привет, Фаиль! Да, будет. Точнее, уже есть. Совсем недавно мы начали открытое бета-тестирование. Присоединяйтесь! Пишет Розенрот. Какой механизм отвечает за параллельность подвесов на технике с изменяемой стреловидностью? Как ни посмотри, всегда в правильном направлении. Привет! Пилоны на поворотных консолях крепятся только в одной точке, и благодаря этому они могут поворачиваться относительно консоли и выдерживать положение параллельно фюзеляжу. Это происходит автоматически, без участия лётчика. И последний комментарий на сегодня нам прислал Рувва. Почему при полёте пули не слышно звукового удара в отличие от самолётов? Привет! Дело в том, что преодоление звукового барьера самолётом сопровождается хлопком, который очень сильно выделяется даже на фоне шума двигателей. А при выстреле сверхзвуковым патроном этот хлопок сливается со звуком выходящих пороховых газов, и для человека он становится уже не столь очевидным. Тем не менее, сверхзвуковые боеприпасы считаются значительно более шумными, чем их низкоскоростные аналоги. На этом всё. С вами был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент, программа, которая выходит на нашем канале каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях и увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова